Сопровождений не было, да, какое бы суперское сопровождение не было, наш бизнес растет. Так, спасибо, что напомнили, Ираида. На запись поставил, на запись поставил, спасибо. Какое бы классное сопровождение не было, наш бизнес, он начинается с рекрутинга. Важно это помнить всегда и везде. Сейчас я вам приведу аналогию, да, то есть, ну, это как мы развивались в бизнесе. Вот слева период и товарооборот, да, то есть, вот как мы росли, либо там в какой-то момент падали, либо на месте стояли. И справа количество регистраций за этот период. То есть, если вы посмотрите, да, ну, допустим, в 17 каталоге 2015 года, то есть, 2 года назад в команде было 24 человека. А спустя 6 каталогов перешли только за первую сотню. Да, то есть, здесь 6 каталогов понадобилось, чтобы перешагнуть первую сотню. Спустя 11 каталогов перешагнули только вторую сотню. Да, то есть, 11 каталогов понадобилось, чтобы в команде было 200 человек. Вот, если вы посмотрите, вот с 17 по 16 каталог, да, то есть, вот слева на табличке, какие товарообороты. Ну, немножко небольшой рост был, 1800, потом 2,5, и потом он держался длительное время на уровне 2-3 тысяч, 2-3 тысяч. Видите, да, ребят, вот о чем говорю, вот если слева посмотрите, там с 16 по 16 каталог, например. Вот, то есть, примерно на одном месте топтались чуть меньше года, именно потому, что рекрутинг был очень слабый. А дальше посмотрите, вот как увеличился рекрутинг, допустим, вот справа за один каталог еще сотню прибавили, за один каталог еще 150 человек прибавили, потом еще 110. Ну, и вот так вот увеличился рекрутинг, и как от этого росли товарообороты, как от этого росла команда. Обратите внимание. Вот, кто это увидел, поставьте плюсики, ребят. Вот есть вообще статистика, что если в команде лидера 100 регистраций и более, вот тогда выходит, ну, примерно 7 ключевых партнеров из 100 регистраций. Если регистраций 50, то выходит один партнер в лучшем случае. Почему вообще так происходит, ребят? Ну, смотрите, вот все вы знаете, что мы строим команды вертикально, да, и когда движняк, когда позитивный движняк в команде происходит, вот новички, которые приходят в команду, они, ну, они вообще загораются очень быстро, они подхватывают эту активность, они вовлекаются этой активностью. Вот, и именно благодаря высокому темпу рекрутирования, прирост новых ключевых бизнес-партнеров, он таким высоким получается. Если мы посмотрим с вами, вот 100 регистраций, например, за 17 каталогов, это 1700 регистраций. Умножаем на 7%, то получаем за один год 115 ключевых бизнес-партнеров. Если же мы умножим 50 регистраций, то есть, казалось бы, в два раза меньше на 17 каталогов и умножим на 0,7%, то мы получаем всего лишь 6%. Да, то есть, вот эти вот цифры 6,8, 0,7%, да, то есть, это те цифры, которые, ну, это выведено аналитиками, она, эти цифры, да, то есть, они не, как сказать, они не из головы взяты. Вот, поэтому очень важно понимать, что если вы находитесь, например, в одной вертикальной структуре, в одной вертикальной команде, то в ваших интересах организовать и свой личный, и групповой рекрутинг. Вот, ну, собственно, с этого хотел начать тему сопровождения, вот, поэтому две проблемы в сопровождении. Первая проблема – это низкий рекрутинг, да, почему это является проблемой? Потому что, когда у тебя мало регистраций, да, там, ну, допустим, одна-две регистрации за каталог, ты пытаешься из каждого человека выжить ключевого партнера, даже если он таким не является. Ты боишься ему сказать про 150 баллов, ты боишься ему говорить про функционал, ты боишься говорить ему про конкретные какие-то обязанности, да, ты начинаешь вот, ну, как бы красивее сказать, как бы лучше сказать, чтобы не спугнуть его, да, то есть вот этот вот страх спугнуть вот эту вот одну-две регистрации, он очень сильно мешает в продуктивном сопровождении. Следующий момент, вот вторая проблема – это замена живого общения. Ну, в течение вебинара сегодня как раз поговорим об этом. Вот что касается сопровождения, да, вот такой момент хотел бы отметить. Это известная книга «45 татуировок менеджера», кто еще не читал, очень рекомендую. Она есть в электронном виде, она есть в аудиоформате, да, то есть ее как аудиокнигу можно послушать. Она и легко читается, и легко слушается, да, и она очень полезная. Вот самое первое правило в этой книге – сначала научитесь играть по правилам, потом показывайте результаты и придумывайте свои правила. Да, то есть если вы находитесь в команде наставника, да, вам лучше всего работать именно по системе наставника. Если у вас есть мнение, если есть у вас ощущение, что вот она, ну, может быть, не совсем корректна и так далее, да, вы можете свою систему разработать, попробовать получить результаты и что-то уже корректировать. Но, находясь в системе обучения, в системе сопровождения наставника, прежде всего, вот первое правило – научитесь играть по правилам. Потому что лидерство – это не только умение вести за собой людей, лидерство – это прежде всего умение идти самому за кем-то. Вот это вот, я считаю, ну, одно из таких вот фундаментальных основ вообще в сопровождении. Следующий момент. Очень важно отношение с партнерами, да, если вы на партнера смотрите как на баллы, да, то это не бизнес получается. Это уже, ну, какая-то выжимка людей происходит, да, ты начинаешь требовать баллы с людей, ты начинаешь требовать людей, да. И очень показательный момент, когда ты звонишь своим партнерам. Если ты им звонишь в конце каталога, то можно сказать, что для себя партнер является объектом. Да, то есть это прямо вот, ну, наглядный показатель. Если 20 дней в каталоге ты моросил, например, ничего не делал, не звонил, откладывал все время на потом, да, не интересовался там, как у него заказ, забрал, не забрал, что понравилось, что не понравилось, да. То есть вообще какую-то обратную связь не взял, да, а начинаешь ему звонить в конце каталога, то это, ну, это не совсем корректное партнерство. Вот все, что вы делаете со своими партнерами, проектируйте это на работу ваших наставников с вами, да, то есть хотели бы вы, чтобы ваш наставник вот вам звонил, например, раз в каталог, да, требовал баллы, там, регистрации или еще что-то. Либо ваш наставник будет вам звонить, он будет знать, зачем вы в этом бизнесе, он будет знать вашу мотивацию, он будет знать вообще истинные причины, для чего вам этот бизнес, он будет помогать вам в вопросах по развитию бизнеса. На связи он находится в течение всего каталога, когда бы вы ему не позвонили, вот, ну, и он чаще всего будет вам звонить без привязки, там, каким-то сроком. Вот, поэтому, ребят, вот это вот очень важный момент. Я вам могу еще сказать, да, люди не дураки, люди все чувствуют. Как вы к ним относитесь, как вы себя ведете по отношению к ним и кто этот человек для вас, объект или субъект. Вот эту вот штуку, ну, я рекомендую просто запомнить, может быть, да, я не знаю, как это работает, но вот я в своем бизнесе сталкивался с этим не раз, да, что все дублицируется, очень легко все дублицируется. И в плане рекрутинга, и в плане работы, и в плане личного товарооборота, да, я в этом убеждался не раз. И опять же, я не знаю, как это работает, потому что мои партнеры, которые находятся все, вот, моя команда, они ниже меня, получается, по структуре находятся. Да, они не видят, что у меня там происходит, но, тем не менее, это дублицируется. Как это работает, я не знаю, но это работает, это сто процентов. Вот, имейте в виду. Что касается сопровождения и вовлечения, еще такой момент, ребята. Опять же, в этой книге, да, пропиариваю ее еще разочек, 45 татуировок менеджера, один из уроков, он звучит так, то, что очевидно для вас, не очевидно для других, может быть, не очевидным для других. Вот вспомните себя, когда вы делали, например, первую регистрацию, когда вы делали, например, первый заказ, да, и сейчас, когда вы уже там, ну, прожженный такой матерый сетевик, там, 9, 12, 15 процентов, да, не возникает ли вот таких мыслей, что кто-то там тупит, да, кто-то там не может что-то сделать, да. Вот такие вот моменты, ребята, тоже постарайтесь, постарайтесь отбрасывать как можно быстрее. То, что очевидно для вас, не очевидно для других людей, да, люди будут задавать вопросы, даже если они вам кажутся глупыми, да, это те вопросы, которые их интересуют. То, что вам они понятны, может быть такое, что им они могут быть непонятны. Вот, поэтому развивайте себя, люди идут к людям, люди идут на людей, не на бизнес, не на возможности, не на машины или путешествия, да, люди идут прежде всего за людьми, вот, и то, какие люди пойдут за вами, зависит от того, какими вы будете сами. Вот услышали это? Ребята, поставьте единичку, дайте обратную связь. Просто это, ну, такой очень, очень важный момент, я хотел бы на нем немножко сфокусироваться. Отлично. Спасибо большое. Сегодня очень много вопросов поступало, почему вот эта картинка прикреплена к анонсу. Да, ну, вы знаете, вот, есть много разных фильмов, когда люди, например, из одного времени попадают в другой или из одной стороны в другую, вот, и оказывается там, ну, вот, как человек на этой картинке, да, то есть он вроде бы, ну, делает элементарные вещи, но он не понимает их, да. Вот новичок, который приходит в команду, очень часто он похож вот, ну, на такого же иностранца, да, то есть с такими же приключениями. Вот, это опять же возвращаясь к тому, что то, что очевидно для вас, не всегда может быть очевидно для нового человека. Важно его сопровождать, сопровождать на всех этапах, начинайте сотрудничество с того, что договариваетесь, да, то есть ваше партнерство, оно должно быть взаимовыгодным. Да, это не должно быть геройство с вашей стороны, когда вы много отдаете, 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 но ничего не получается взамен. Вот, но это и не должно быть там манипулятивных каких-то вещей, когда вы просите, просите, просите и сами ничего взамен не даете. Это только стопроцентное взаимовыгодное партнерство, поэтому, когда вы начинаете работать с человеком, договаривайтесь сразу о нем, сразу с ним. Вот я это в первом сообщении человеку объясняю, да, ты знаешь, у нас здесь с тобой цели и задачи, они схожи, вот, моя задача довести тебя до результата. Я в этом заинтересован и с моральной, и с финансовой точки зрения, поэтому мы с тобой будем созваниваться первое время, особенно часто, да, особенно часто мы будем созваниваться с тобой первое время, то есть я его сразу готовлю к тому, что я ему буду звонить часто. Вот, если получается на конкретное время договориться, то договариваемся, если нет, то, ну, ну, как-то изыскиваем время, да, то есть либо я под него подстраиваюсь, либо находим какие-то моменты. Вот, что еще хочется сказать, да, вот вы как наставник для человека должны быть всегда для него на связи, потому что, когда появляется активный партнер, да, может быть, у кого-то такая была ситуация, у кого-то не было ситуации такой, он начинает заваливать вопросами. У активного партнера всегда есть вопросы, да, он либо хвалится, либо что-то спрашивает, да, но если он только начинает бизнес и он активный, у него всегда есть вопросы. Почему? Потому что он работает, он сталкивается с разными ситуациями, с которыми он до этого не сталкивался. Если у человека вопросов нет, то, скорее всего, он либо ничего не делает, либо там, ну, не знаю, ну, такого, в принципе, еще не было, чтобы у активных партнеров не было вопросов. Второй момент, да, почему важно созваниваться каждый день с новичком, почему важно там с ним договориться на конкретное время. Смотрите, ребят, если мы не общаемся с партнерами, с ним общается кто-то другой, да, но телевизор здесь представлен, телевизор это в лучшем случае, но чаще всего бывает это окружение, это близкое окружение, самое ближайшее. В большинстве своем, в большинстве своем люди уходят на ранних этапах из этого бизнеса именно по этой причине, это влияние окружающих. Вот ваша задача стать зоной влияния для своего человека, это хорошо, если это теплый рынок, если это холодный рынок, это уже, ну, посложнее задача. Вот вы должны быть зоной влияния для этого человека, чтобы он прислушивался к вам, а не к кому-то другому. Я когда начинал этот бизнес, у меня там, ну, разные неприятные вещи полетели от моего теплого рынка, там, от приятелей, да, даже от жены полетели, там, от родителей ее, вот. Я просто сказал себе, стоп, что эти люди понимают в этом бизнесе, какие у них есть результаты. Ничего не понимают, никаких нет результатов. Да, Сергей Матвеев на тот момент, там, для меня был незнакомым человеком, вот, но я для себя понимал, что у него есть результат в этом бизнесе и что я лучше буду его слушать, чем кого-то. Вот ваша задача для новичка стать зоной влияния, вот, и чем быстрее вы это сделаете, тем будет лучше, потому что если вы не будете с ним общаться, с ним будет кто-то другой общаться, вот. Вот, и окружение, опять же, что еще очень важно, добиться того, чтобы ваше мнение было, ну, вот, подавляющим, чем мнение их, даже теплого рынка, там, друзей, родственников и так далее, и так далее. Вот, потому что, ну, очень часто бывает такое, ты вроде поговорил с новичком, раз, он потом на связь не выходит. И хорошо, если он там что-то напишет или не напишет, но чаще всего какие ситуации бывают, да, она трубку положила, муж у нее спрашивает, кто звонил. Она вся такая на эмоциях, говорит, блин, предложили бизнесом заняться, мы там заживем, все будет классно, круто, здорово. Он мне говорит, ну, иди ищи, вари, ты что там губу раскатал, да, и все, и бизнес заканчивается. Вот, ну, я это утрирую, да, но чаще всего, вот, именно, ну, у кого было вот вообще такое, что вот новичка зарегистрировали, пообщались с ним, а он потом перестал выходить на связь. Вот, кого было, поставьте плюсики, чтобы я понимал, да, что, ну, что вы тоже сталкиваетесь с такими ситуациями, а то, может быть, у меня у одного такие ситуации. Да, фига, да, то есть, практически все сталкиваются с этим, да, очень часто бывает, вот, особенно, если на холодном рынке работаешь, вроде, человек зарегистрировался, на следующий день там пропал куда-то, да, это, скорее всего, из-за окружения человека. Скорее всего, окружение повлияло на то, что он закончил этот бизнес, даже не начиная. Вот, поэтому наша первая задача – это стать для него зоной влияния. Наша вторая задача – это быть для него наставником, быть для него учителем. Но учить не тому, что вы говорите ему что-то делать, да, а учить тому, что вы делаете сами, да. Чем отличается, например, забыл слово, как называется, ну, вот из презентации Полежаева, если помните, да, чем отличается лидер от начальника, например, да. Лидер говорит, делай, как я, начальник говорит, делай, как я сказал. То есть вот такая вот простая разница. Вот вы здесь выступаете уже наставником. Даже если вы только сами присоединились к этому бизнесу, вы уже на один шаг, на, прям вот, на совсем чуть-чуть, вы знаете уже больше, чем тот человек, которого вы пригласили. Вы всегда ему можете дать то, что сами только что посмотрели или послушали, да, вы всегда сможете дать ему задания, которые только что сами получили. Вот, поэтому ваша задача здесь выступать именно наставником и именно учителем. И более того, если вы только присоединились в этот бизнес и у вас уже пошли регистрации, там, ну, допустим, теплый рынок за вами пошел, да, вот самое, вот самое оптимальное, моя рекомендация будет, каким образом поступать, да. Не вешать своих обезьян на наставника, да, а постараться там, я не знаю, у наставника спросить, что мне делать с этим человеком, чтобы вам наставник сказал, чтобы не он сам делал, а именно вам сказал, что с ним делать. Потому что если наставник сделает это за вас, то вы новый навык не приобретете, а приобретет его наставник ваш, да, и, ну, может быть, приобретет, может быть, просто оттренирует в очередной раз для себя, вот. Вот, но вы должны четко понимать то, что ваш рост, он зависит от количества навыков, которыми вы здесь обладаете, да, и если вы какие-то вещи перекладываете на наставника, да, вы отдаете возможность получения вот этих навыков. Если вы там, я не знаю, где-то пытаетесь острые углы срезать, там, я не знаю, от вебинаров откашиваете, там еще что-то там в чатах активности не проявляете, да, вы имейте в виду то, что вы вот эти вот острые углы срезая, избавляете себя от тех навыков, которые необходимы для развития этого бизнеса. Вот. Следующий момент. Наставник, да, кто такой наставник? Ну, он прежде всего развивается сам. Вы всегда должны быть на шаг впереди своего партнера, своего новичка, да, потому что вы для него должны быть источником информации, источником мотивации, источником вдохновения, да. Если не мотивация, если не вдохновение, то каким источником вы становитесь для своего человека, для своего партнера, да, ну, может быть, такой еще и источник какого-то негатива, депрессии и всего такого, да, потому что очень часто бывает, да, ты начинаешь впадать в какие-то вот состояния в такие негативные, да, не думая о тех людях, которые пришли за тобой, которые на тебя смотрят прежде всего. Вот. Поэтому здесь, как наставнику, я рекомендую развиваться самому постоянно, да, наш бизнес, благо, это позволяет здесь постоянно есть, куда расти, здесь постоянно есть, что почитать, что послушать, что изучить, что попробовать. Вот. Ну, и, конечно, вы, как наставник, должны поддерживать всегда человека, да, то есть вы всегда должны быть с ним на связи. Вот. Хорошо, что, хорошо, что есть люди, которые говорят о своих сложностях, да, но очень часто люди о них не говорят, да, и ваша задача, вот, ну, как бы держать руку на пульсе. Это что касается вот первых дней, когда новичок к вам только-только пришел в команду. Вот. Ну, и когда научились сами каким-то вещам, ваша задача, опять же, передать их, потому что наш бизнес, он меряется количеством обученных людей, да, то есть количеством навыков и количеством ключевых партнеров. Да, кто такие ключевые партнеры? Это люди обученные вести этот бизнес, да, ну, люди обученные, люди умеющие, люди делающие. Вот. Поэтому ваша задача передать эти навыки, передать эти знания и вести этот бизнес, да, передавать их уже другим людям. Поэтому какие-то вещи научились делать сами, научите своих партнеров. Научились делать слайды, запишите короткое видео, залейте на свой YouTube, как делать слайды. Да, научились там с информационным листком работать, запишите короткое видео, работать, как работать с информационным листом, там, например, какие брать из него цифры, данные, какую информацию вообще получать. Вот. И это должно быть во всем вообще. Вот во всем, где вы развиваетесь, сразу думайте о тех людях, которые за вами пошли. Ваша задача это максимально продублицировать, чтобы они тоже это принимали и перенимали. Потому что, как правило, все хорошее здесь дублицируется только на 50%, все плохое здесь дублицируется на все 200%. Вот. Поэтому помните об этом. Многие из вас видели такие вещи. Вот кто еще не видел, кто не знаком с этим термином, с ситуационным лидерством, поставьте двоечки. Вот кто еще не знаком. Поставьте двоечки. Кто еще не знаком. Вот. Нет, я в любом случае расскажу об этом. Что это такое? Вот. Все люди так или иначе проходят через эти стадии, когда начинает этот бизнес. Да. Д1. Когда новичок только-только присоединился к команде, у него высокий такой эмоциональный настрой, но у него знаний нет. Да. То есть вот вертикальная шкала это эмоциональный настрой, горизонтальная это компетентность, да, умение вести этот бизнес. И вот когда новичок только присоединился, вспомните себя, когда вы только зарегистрировались. Да. Вы ничего не знаете о бизнесе, но у вас мотивации полно. Какой-то ролик посмотрели, может быть банкет, может быть конференцию, может быть кто-то автомобильную программу посмотрел, да, и замотивировался. Вот. В любом случае на начальных этапах у вас высокий эмоциональный фон. У большинства новичков он именно такой. Но знаний об этом бизнесе нет. И что чаще всего происходит, да, мы с горящими глазами идем к своему теплому рынку, мы им так вот, ну, возбужденно рассказываем идею бизнеса, и они нас сразу окунают, вот как котят в одно место, да, они, да ты что, да тебя там зазомбировали, да ты все, кто попал, да это лохотрон, да это, ну, я не знаю, вы можете сами перечислить, это, ну, перечень стандартный вообще, то, что новичкам говорят, да. И эмоциональный настрой, что с ним делает? Он сразу, эмоциональный настрой, он сразу падает, да. Благо здесь, если вы поговорили с новичком и что-то вложили, какие-то семена посеяли в его голову, и у него немножко уровень компетенции вырос, да. Но бывает, что уровень компетенции не растет, и эмоциональный настрой резко падает. Да, да, вот прям так и говорят, Даша, я эти вещи-то тоже не из пальцев высасываю, вот, и мне тоже говорили, вот. Поэтому, ребят, вы должны четко понимать, что через это проходят все. Ну, кто-то отваливается на уровне Д2, да, но если вы хотите расти, если у вас даже сейчас эмоциональный настрой очень высокий, да, если вы только начинаете этот бизнес, имейте в виду, что эти стадии проходят все абсолютно, и я их проходил. Да, и когда было не то, что там один раз в яму упал, там эмоциональный настрой снизился, да, вот такие вот болтанки бывают, вот, и очень часто. Вот, важно понимать то, что то, что через что вы будете проходить, то через что ваши новички будут проходить, это нормально. Просто у кого-то это, ну, больше, более легче проходит, у кого-то более сложнее, кто-то более быстрее, кто-то, ну, дольше на этих этапах, да, находится, вот. Вот, ваша задача просто понимать, как работать с человеком, как понять вообще, где он находится, на какой эмоциональной стадии, как с ним работать. Есть два вопроса. Первый вопрос, как дела? Вот, ответ на этот вопрос вам даст понимание, какой эмоциональный настрой у человека, да, если он говорит, блин, вообще огонь дела, нормально, у меня тут список попер, у меня вот этот вот заинтересовался, вот этот, вот этот вот, да, вот. Вот, ты уже, ну, примерно понимаешь, что человек находится в D1, вот. Важно вот в этот момент, пока он в D1 находится, запихать в него, вот, ну, знания. Может быть, знания, может быть, его, ну, какой-то бронежилет одеть, да, бронежилет, вот, ну, как я это делаю? Я рассказываю, например, те ситуации, которые у меня были, просто, которые у меня были, чтобы он, столкнувшись с этими ситуациями, понимал, что это нормально, да, чтобы он, столкнувшись с этими ситуациями, он их проецировал сюда, да. Если это девчонки присоединяются в команде, да, я стараюсь вот на первых этапах, в первые дни спросить, слушай, как у тебя муж относится к твоим начинаниям, да, чтобы понять вообще, какую работу выстраиваясь. Кто-то говорит, блин, да муж поддерживает нормально, сказал, там, занимайся, там, развивайся, делай, что хочешь, да, это очень классно, вот. А иногда бывает, что мужья не очень хорошо воспринимают эту ситуацию. Если мужья хорошо воспринимают, да, я все равно даю девчонкам несколько советов, да, несколько рекомендаций, хорошо, если они не понадобятся. Но часто так бывает, и это, опять же, мой личный опыт, да, некоторые девчонки, например, уходили из бизнеса, хорошие, толковые, все, да, по какой причине уходили. И мужья даже разрешали, ну, не то, что разрешали, не то, что там прям были обеими руками за, но не запрещали, да, они очень сильно начинали гореть этим бизнесом, да, и получалось, что где-то там ребенок недомытый, где-то кушать не приготовила, где-то с работы не встретила, где-то дома не убралась, да, она сильно увлекалась этим бизнесом, вот. Ну, у меня таких несколько примеров было. И в итоге муж там прикрывал эту лавочку. Да, ну, хорошо, если, хорошо, вот, если полезный был, да, то есть, ну, вот, опять же, я такие вещи стараюсь предусмотреть. Вот, если я вижу, кто-то начинает гореть. Если я вижу у меня там, ну, я не знаю, партнер в 2 часа ночи сидит в онлайне, я у него спрашиваю там, что муж делает, он говорит, он спит. Я говорю, выключаешь компьютер, идешь к мужу спать, все. Если я вижу во время планерки там где-то вот, ну, на заднем фоне недовольство какое-то со стороны, например, мужа, я говорю, выключаешь скайп и идешь к мужу. Все, чтобы, ну, не было вот таких вот соприкосновений, да, чтобы не было негатива. Вот, ну, ребят, таких ситуаций полно на самом деле. Вот ваша задача понимать, с чем он может столкнуться, да, и как-то вот, ну, может быть, сено подстелить, это называется. Но столкнется он с ними в любом случае, так или иначе, рано или поздно. Как дела? Этот вопрос, по этому вопросу узнаете эмоциональный настрой человека. Второй вопрос, чтобы узнать, какая у него компетентность. Второй вопрос, это какие результаты, как успехи, да, я просто спрашиваю, как успехи. Если он, опять же, если ему есть чем поделиться, да, блин, классно, здорово, список пишут, у меня с этой завтра созвон, с этой встречи, с этим то, этим все, да, я понимаю, что он в D1. Классно, здорово, продолжает, ну, обязательно похвалить, вот. Вот, если он начинает там, блин, никому ничего не надо, короче, этот сказал, вот это, вот этот вот, то, вот, пятое, десятое, да, здесь я уже с ним начинаю диаложить, да, начиная ему какие-то вещи, вот, ну, объяснять и рассказывать, опять же, в зависимости от ситуации. Вот, потом уже, ну, вот, когда начинается партнерство полноценное, да, то есть человек медленно, верно идет уже в город, да, то есть у него эмоциональный настрой бывает, скачет, но у него нет вот таких вот амплитуд, ну, вот так вот, потряхивает, да, но при этом его компетентность здесь уже растет. Ну, и D4, да, это когда уже состояние уверенного лидерства, да, состояние уверенного партнерства, да, когда партнер, ну, эмоциональное состояние научился контролировать, да, компетенция у него достаточно высокая. Вот здесь очень важно давать новые задачи, новые вызовы, новые цели какие-то ставить, да, но это больше, наверное, семинар, больше вебинар для менеджеров. Вот вам важно понимать в сопровождении новичка вот первые две стадии, во-первых, как их диагностировать, это два вопроса, как дела и какие результаты. И вторая задача, это научиться с ними работать, да, хвалить, даже в D2, если он вам там кучу вывалил там неприятных вещей, да, похвалить. Слушай, ну ты молодец, ты вообще красавчик, вот я бы на твоем месте давно бы уже там, я не знаю, сдулся бы или там плакал бы уже давно, да, но ты молодец, вот, я вообще поражаюсь твоему, твоему упорству. Да, похвалил, дальше начинаешь корректировать работу, да, может быть, подиаложить, что дальше, что ты с этим будешь делать, да. Ну и здесь опять же надо смотреть в зависимости от того, какой человек. Иногда я могу там пожестче с человеком сработать, ну и что ты там сопли развесил, давай там, ну это, что думаешь, там деньги легко зарабатываются. Кого-то, может быть, надо пожалеть, да, там, ну, девочек много в команде, здесь уже надо как-то стараясь гибче быть. Да, с кем-то пожестче наоборот, с кем-то помягче, с кем, кого-то достаточно просто выслушать, он тебе все выговорит, да, ну ладно, я все понял, я там дальше начну работать. В общем, ребят, чем больше у вас будет разных ситуаций, с которыми вы будете сталкиваться, тем больше будет ваша личная копилка, как реагировать в той или иной ситуации. Потому что, ну, этих ситуаций, на самом деле, вот, ну, на пальцах двух рук можно перечислить. Не будем на этом долго задерживаться, я так много времени уделил. Вот с этим понятно, ребят, два вопроса, как дела, какие результаты. Поставьте плюсики и двигаемся дальше. Я чувствую, мы сегодня в час с вами не уложимся. Вот особенно, кто двоечки поставил, ребят, я рекомендую вам для просмотра вебинар Эдуард Васильев «Ситуационное лидерство». Он очень классно, очень четко дает эту тему. Вот кто двоечки поставил вот на тему, вот кто не видел, что такое ситуационное лидерство, ребят, напишите, пожалуйста. Так, Виталий, Дарья, Ираида, Игорь, Светлана, Наташа, Людмила. Все, спасибо большое. Едем дальше, ребят. Вот эта вот тема вообще офигенная. Да, вот мы с вами должны быть в чем-то немножко психологи. Потому что люди в команде бывают разные. Разные абсолютно. Вот есть четыре психотипа людей. Их по-разному называют в разных типологиях. Да, есть там сангвиники, меланхолики, флегматики, холерики. Да, вот у нас эта система там называется красный, зеленый, синий, желтый. Вот рекомендую всем к прочтению книгу «Том Шрайтер. Секретный язык привлечения». Именно прочитать, не переслушать, а прочитать. Я эту книгу читал два раза. Первый раз мимолетом, второй раз вот прям под запись вычитывал. Да, как людей понимать, какого они цвета, какие цвета в них доминируют. Как работать с людьми разных цветов. Как формировать команду из людей разных цветов. Потому что когда в вашей команде есть и красные, и синие, и желтые, и зеленые, да, то это очень сильная команда будет. Вот. Ну, красные кто такие? Организаторы, да, любят командовать, начальники, победить во что бы то ни стало. Яркий пример – Эдуард Васильев. Самый яркий пример. Зеленые кто такие? Любят информацию, факты, цифры, любят логику. Там, ну, они в том, чем они занимаются, они разбираются в этом. Да. Яркий пример, ну, наверное, я себя могу назвать. Да. Потому что я не отрицаю это, то, что я зеленый. Я считаю это своей сильной стороной. Да, вот именно четкость, факты, системность какая-то, да. Excel многие люди любят зеленые. Вот. Синие кто такие? Да, вот. И кто синий? Вот кто знает, что он синий? Поставьте там в чате синие. Да, это люди, которые любят потусить, любят веселье, любят там веселиться, обниматься, целоваться. Ну, я имею в виду, у нас же принято обниматься, вот они еще и целоваться лезут там в щеки. Вот. Легкие, позитивные, яркие, ну, классные такие зажигалочки. У нас таких примеров много в команде. Там Даша Покровская, я не знаю, кто еще у нас там такие есть. Вот. Андрей Борисов, да, Андрей? Ты, ну, у тебя синий цвет превалирует, да? Вот. Но это, опять же, смотрите, это не значит, что одни хорошие, одни плохие. Просто в одних людях больше развиты одни, как сказать, ну, одни стороны, да, в других людях развиты, ну, другие стороны. Вот. Ну, и желтые, это помощники, они никогда не отказывают, они всегда помогают, да, они никогда не обостряют каких-то вещей, да, то есть они, ну, стараются всегда вот сгладить острые углы в отношениях. Вот. Это тоже очень классные люди. И вот важно понимать, да, то, что какого бы вы цвета ни были, да, у вас есть сильные стороны, которыми вы будете цеплять. Вот. Но наша задача, как предпринимателя и как наставника, понимать, какие люди вообще в команде. Вот если мы возьмем с вами ладонь, вот мы с вами, вот как большой палец должны быть, мы должны уметь работать и с красными, и с синими, и с зелеными, и с желтыми. С любым цветом мы с вами должны работать, понимаете. Вот когда меня спрашивают, какого-то цвета, я не говорю, что я там зеленый или еще какого-то, да. Я иногда отшучиваюсь, говорю, я не знаю, я еще не понял, да. Но чаще всего я стараюсь говорить, ты знаешь, я предприниматель. Я предприниматель, это значит, что я и красный, и синий, и желтый, и зеленый. У меня должны быть развиты все цвета. Вот. Но вот эта вот типология вам нужна не для того, чтобы понять, кто вы. Эта типология вам нужна для того, чтобы понять, с кем вы работаете, с красным, желтым, зеленым или синим. Вот когда вы научитесь это понимать, вот тогда вам очень легко будет даваться работа. Да, если вы будете понимать, что перед вами красный, красных очень легко вообще понять. Вот красные чаще всего говорят, ну, короче, давай ближе к делу. Да, вот, красных там мотивирует карьерный рост, там еще что-то, да. Синие мотивирует тусовки, да, там, ну, если я понимаю, что человек синий, мне его надо чем-то замотивировать, да, или зарекрутировать. Я ему говорю, у нас там шикарные банкеты, красные ковровые дорожки, девчонки все в плачьях, мужчины в смокингах, да, тут фанфары, фейерверки. Олимпийский будет тебе рукоплескать, ты будешь на сцене с человеком стоять, да. Ну, представили, вот, ну, вот я просто примерно говорю, если перед вами зеленый, вы четко понимаете, что это зеленый человек, вы ему говорите, смотри, что надо делать. Первое, рекрутировать. Второе, разобраться в этом бизнесе. Третье, нужно делать лишний товарооборот. Четвертое, нужно работать с теми людьми, которых ты пригласил. Пятое, надо там посещать вебинары. Поняли идею, четкость, вот она, структура есть. Если у вас в команде желтые люди, да, вы можете, например, ну, я не знаю, опять же, как с ними работать, с какой позиции. Представь, да, ну, скольким людям ты сможешь помочь развивая этот бизнес. Потому что ты к своим званиям придешь только тогда, когда там твои люди будут достигать результата, твои люди будут жизнь свою менять в лучшую сторону. Они будут зарабатывать, они будут там, ну, благодарить тебя. Понимаете? Вот. Ну, примерно понятно, ребят. Я сейчас не смогу вам всю эту книгу пересказать. Но я вам могу сказать однозначно, если вы научитесь, вот, ну, идентифицировать своих собеседников, да, и своих партнеров, вам будет легко с ними работать. Легко. Вот. Поэтому я вам рекомендую эту книгу купить. Купить ее в печатном виде. Она недорогая. Вот. И читать, перечитывать. Потому что наша работа с людьми, она, люди бывают разные в команде. Вы должны их четко понимать, кто они перед вами вообще. Ну, кто есть, кто. Вообще, на самом деле, хочу сказать, вот, порекомендовать, ну, несколько книг, которые в свое время научили меня общаться с людьми. Потому что, я вам скажу такие вещи, у меня были случаи, когда толковые, грамотные люди уходили из бизнеса. Они кидали трубки, они говорили, не звони мне больше никогда, вот, до слез кого-то доводил. Ну, иногда бывает, вот, сейчас тоже там кто-то поплакивает, вот, в трубку. Вот. Ну, я вам, что хочу сказать, ребят, я раньше, ну, в мужских коллективах, в женских коллективах мало работал. Сейчас подавляющее большинство в команде это девчонки. Ну, девчонки, женщины, девушки, да. Вот. И когда я начинал этот бизнес, там, ну, я не знаю, 9-12% когда был, у меня даже жена слушала мои разговоры с партнерами, она меня ругала, говорит, ты что, нельзя так с девушками разговаривать? Я говорю, какие они девушки, они в бизнес пришли или куда вообще, что-нибудь там, сопли развесили, да, то есть, вот такие вот разговоры были, вот. И у меня вот раз за разом хорошие партнеры уходили из бизнеса. У меня был момент даже, я Андрею Борисову звоню, говорю, Андрюх, вот так и так, вот такая-такая ситуация в команде, говорю, помоги, там, что порекомендуешь. Он мне порекомендовал очень хорошие книги, вот, «Одноминутный менеджер», «Киты выше и лучше», да, потом я уже, ну, сам увлекся этой темой. Психологию эмоций начал читать, да, вот именно эмоциональные моменты понимать. Ну, и вообще, вот эти вот «Секретный язык привлечения» тоже, «Том Шрайтер, лидеры», да, то есть, там тоже много интересных моментов. Вот, то есть, мне пришлось перечитать, ну, скажем так, несколько книг для того, чтобы хотя бы немножко какие-то навыки в общении с людьми приобрести, ребят. Потому что раньше у меня это вообще не срасталось, раньше у меня это вообще не получалось, понимаете? Вот, но все это нарабатывается, все это практикуется и все это тренируется. Вот, важно это понимать в себе. Что касается включения людей, да, какие люди, бывает, разобрались, какие они этапы проходят, разобрались. Когда вы можете включить человека? Самый оптимальный вариант – первые 48 часов. Да, вот, опять же, возвращаясь к высокому эмоциональному фону, следующий момент – это 20 дней спустя. Почему 20 дней спустя? Ну, опять же, там, это вариант, там, стартовой программой надавить. Ну, и последний вариант – это спустя два месяца, это уже вариант перед терминацией, да. И чем больше времени проходит между первым контактом и вторым, и последующими, тем сильнее человек остывает, имейте в виду. Особенно, если это холодный рынок. Да, я вам, ну, не дам гарантии, что если вы будете там каждый день человеку звонить, или по три раза в день, то, что он не соскочит с этого бизнеса. Нет, конечно, да, но то, что он будет остывать, если вы ему не будете звонить, это факт. Вот, поэтому звоните как можно чаще. Сопровождение проходит там в разных моментах, даже у нас в команде кто-то использует уровни, кто-то шаги. Вот я по старинке распечатываю себе чек-лист, завожу его на партнера, когда он определенные действия сделал, и уже веду по каждому проявившему себя человеку вот такой вот чек-лист. Да, то есть, вовлечение – это именно качественный процесс. То есть, если рекрутинг – это количественный процесс, вовлечение – это уже качественное, а сопровождение – это уже, ну, точечная работа такая. По, вот, как алмаза огромяет и делают из них бриллианты, да. В принципе, порядок действий, он идентичный, да. Если у вас в системах ваших, в командах ваших есть, например, там, может быть, коуч-сайты какие-то, может быть, свои какие-то шаги и уровни разной системы. В принципе, он одинаковый, да. Но, вот, как я вначале говорил, две проблемы сопровождения. Первая – это низкий рекрутинг. Вторая – засада в сопровождении. Это когда вы начинаете заменять живое общение пересылкой разных видео, пересылкой ссылок на уроки, на шаги и так далее. Да, потому что даже вот, ну, у нас вот в чате была ситуация, да. Да, я, например, вижу, что новичок только добавился в чат, да, что его только-только добавили, проходит несколько часов, он вопрос в чате задает. А как мне сделать заказ, да. И я вижу, что человек, который его добавил, он пишет, сейчас я тебе пришлю видео. Да, поняли идею, ребят? Вот, то есть здесь человек сам открывается, а он его на видео спихивает. Вот, очень часто мы, опять же, пытаемся срезать острые углы, переключить ту работу, которую мы должны делать, переключает ее на видео, на обучающий сайт и так далее. Вот, поэтому ваша задача здесь, ну, по шагам завести человека. Что здесь важно? Скорость запуска, четкие инструкции в начале, да, то есть именно в начале, да, четкие инструкции, потому что, ну, не загружать, опять же, там, гипермотивации какой-то или видео какими-то. Включать обязательно в командную работу, нужно прожить первый месяц с новичком, да, ну, и потом уже выявлять лидера, это уже, ну, тема, наверное, других вебинаров. И сразу нагружать ответственностью. Допустим, вот ваш, у вас пришел новичок, ваш новичок зарегистрировал другого человека, да, опять же, добавь его в чаты, поприветствуй в чатах или там отправь видео. Поняли идею, ребят? Дайте обратную связь. Не бойтесь загружать его ответственностью, потому что только когда вы даете задание, только когда эти задания выполняются, либо не выполняются, вы уже понимаете вообще, что, ну, что из себя представляет этот человек. Ну, планирование результата, я это делаю не сразу, я это делаю, когда уже он немножко поймет этот бизнес. Я ему делаю расчеты до, ну, там, до директора или, там, до следующих каких-то уровней. Ну, и обязательно у меня в этом чек-листе есть те вещи, которые мне нужно передать ему. То есть, чему я должен научить человека? Самостоятельно регистрировать, да, то есть, вы сами научились научить своего партнера, там, свою анкету в гугле создали, например, там, заказ научились отправлять, научите новичка. Да, потратьте на это, там, 30-40 минут, но сделайте это качественно. Вот, ну, там, YouTube-каналы, вебинары проводить, самостоятельные, там, презентации бизнеса, ну, и так далее, да, то есть, у меня есть этот список, по которому я слежу, какие навыки, там, элементарные есть у новичка. Следующий момент. Система чатов обязательно должна быть, и в них обязательно должна быть активность, и желательно не от одного человека. У нас, опять же, у меня в команде была ситуация, когда в чатах писал только я. Ну, чаты тогда еще не в Telegram были, а в ВКонтакте, да. Для того, чтобы там активность раскрутить, я договаривался с партнерами из параллельных команд, что я их добавляю как новичков, и уже вместе начинаем вот эту активность поддерживать, да. Почему вообще так возникает? Вот если в чатах, в ваших чатах, допустим, активность ведет только спонсор, только спонсор, только наставник, то даже если вы туда новичков добавляете, даже если вы добавляете новичков, ваш новичок начинает думать, что здесь нельзя писать, что здесь должен писать только один человек, который здесь постоянно пишет. Вот, поэтому, если у вас начинается идти первые регистрации, начинайте чаты тоже вести, да, начинайте проявлять в них активность, там, обратную связь давать. Пылесосом быть, это проще всего, да, ну, посмотрел, прочитал, там, забыл, вот. Но показывайте пример, вот как я уже вначале говорил, да, либо ты говоришь ему, что делать, да, либо он делает то, что ты сам делаешь, да, то есть вот это вот две принципиальные разные вещи в чатах. Обязательно давайте признание. Вот ваш новичок провел первый вебинар, поздравьте, поблагодарите. Сделал первый заказ, пусть это будет 15 баллов, поздравьте. День рождения у новичка, поздравьте, там, сделал свои 150 баллов, поздравьте. Вот кто хотел бы, ну, вот вообще, поставьте единички, кому приятно, да, кому приятно, когда его там поздравляют с чем-то или дают вообще признание какое-то. Поставьте единички. Я думаю, всем приятно. Вот имейте в виду, когда вы будете давать признание вашим партнерам, им тоже будет 100% приятно, стопудово. Всегда можно найти за что похвалить, ну, главное, чтобы это было за дело. Вот, поэтому, ну, не забывайте про это. Время поджимает, будем ускоряться. Да, есть система обучения, и чем раньше вы будете вовлекать своих людей в систему обучения, тем больше ваши люди будут обученными. Ну, может быть, такой вот парадокс. Вот, почему надо начинать проводить презентации? Вот если, вот поставьте двоечки, кто еще ни разу не проводил вебинары. Поставьте двойки, ребят. Ну, здесь уже ответ, в принципе, на слайде есть, почему нужно начинать раньше проводить. Да, ну, если вы только начали этот бизнес, да, то есть, рано или поздно вы начнете это делать. Потому что, когда вы будете сами давать вебинары, сами будете обучать других людей, здесь вы будете обучаться этой теме по максимуму. То есть, по максимуму, не от других людей, да, а именно готовясь к вебинару самостоятельно. Вот. Следующий момент, да, это вовлекать новичков в командную работу. Да, если у вас там, если вы, например, один ключевой партнер, и у вас там, например, еще несколько партнеров по команде появилось, договаривайтесь сразу, сказать, дружище, давай вместе, и тебе плюс будет, и мне плюс. Да, вот я сделаю пять регистраций, ты сделай пять регистраций. Там пять человек вовлекутся, да, вот какой у нас рост будет. Потому что, потому что вместе расти гораздо быстрее на самом деле, да. Вместе это, как сказать, ну это уже коллективная ответственность появляется. Ты уже ответственный перед другими людьми, такими же, как и ты сам, который только-только начинает этот бизнес. Ну и следующий момент, ребят, такой хотел обозначить, опять же, возвращаясь к количеству навыков. Вот, можно строить там вторые, третьи ветки, пятые, десятки и так далее, да, но вы их сможете вести только тогда, когда будет полное понимание процессов вообще всех. Как рекрутировать, как увлекать людей, как их сопровождать, да, то есть когда у вас будет по максимуму навыков, да, у вас будет полное понимание процессов. Вот здесь простой пример, моя первая команда, да, вот в красном выведено, это то, что я сам рекрутировал, регистрировал, да, я только начинал этот бизнес. И, допустим, четвертая команда, первые там шесть регистраций моих, дальше уже появляются активные партнеры, которых, ну, получилось вовлечь, которых получилось научить, да, включить в командную работу, и они уже стали более активны, они стали эту ответственность забирать. Поняли идею, ребят? Да, поэтому каждый раз, когда хотите срезать какой-то острый угол, имейте в виду, вы у себя вот этот вот момент оттягиваете, да, когда вы будете полностью понимать разные процессы, ну, которые вам нужны для построения команд. Поставьте плюсики, вот кто услышал это. Да, то есть там первую команду ее можно строить достаточно долго, но, например, там вторая и третья команда, ее будет строить гораздо проще, когда у вас есть понимание, как это строить. Ваши ключевые партнеры. Ребят, посмотрите на слайд и поставьте единичку, кто хотел бы такого партнера в команду. Вот посмотрите на слайд, посмотрите, вот кто хотел бы такого партнера в команду. Поставьте единичку. Да, я подожду немножко прямо, потому что у меня, видимо, с запозданием сообщение приходит. Ого, отлично. Спасибо вам за обратную связь. Все хотели бы, да, но если не все, то большинство из вас хотели бы. Здесь возникает следующий вопрос, на него можно не отвечать. Мы все хотим таких партнеров в команду, а сами мы являемся такими для команды вышестоящего наставника. Да, то есть мы очень часто хотим что-то иметь, но не примеряем позицию быть. Да, то есть мы все хотим вот таких вот партнеров, но очень часто там не всегда сами являемся такими партнерами. Вот, поэтому, ребят, вот каких партнеров вы хотите в команду, развивайте эти вещи в себе прежде всего. Как вообще искать ключевых партнеров, как искать лидеров? Да, это ответственность прежде всего. Ответственность во всем, начиная от малого там до большого. Это самоконтроль, да, то есть это когда человек умеет работать без контроля, без постоянного подпинивания. Когда у него есть какая-то инициатива, да, но это опять же вот этот вот момент, это уже для более поздних этапов развития, да, то есть это не для новичков. Вот, умение какие-то вещи передавать, да, то есть, например, у вашего новичка появился новичок. Вы знаете, что вы можете этому новичку помочь быстрее заказ оформить? Ну, простой пример, да, или быстрее научить его регистрировать людей. Но если вы это сами сделаете, то ваш человек этому не научится. Поэтому ваша задача, да, это научить этого человека, как научить своего новичка. Поняли идеи, да, то есть, ну, такая вот вилка получается. Вот этот вот должен научить вот этого, как ему работать вот с этим. Ну, 10 уроков на салфетках, если помните, то там есть такой момент. Ну, и ваша задача, опять же, вовремя свалить и не мешать, то есть, когда человек проявляет самостоятельность, когда сам набивает свои шишки, когда сам получает опыт, да, ваша задача, вот, ну, вот, как на этой картинке сзади поддерживать, да, но не делать за него всю работу. Вот, ну, и в завершении, наверное, один из таких немаловажных моментов. Какие бы люди к вам в команду не приходили, вот, ваша задача научиться видеть в них не тех, кем они сейчас являются, а тех, кем они могут стать, да. Услышали вот эту идею, ребят? То есть, смотрите на своих партнеров не с той позиции, кто они сейчас, а смотрите с той позиции, кем они могут быть. Представьте, вот, если вот те люди, которых вы зарегистрировали вчера или позавчера, ну, вот, ваша последняя регистрация, представьте, что это ваш будущий бриллиантовый директор, да, и задайте себе вопрос, можете, например, в чате не отвечать, вы бы с ним так же работали, как сейчас работаете, да, то есть, представьте, вот, ваша последняя регистрация, когда она у вас была, это ваш будущий бриллиантовый директор, вот, вам кто-то шепнул на это, да, и здесь возникает вопрос, вы бы с ним так же работали, как сейчас работаете, или по-другому? Вот, если по-другому, то стоит задуматься об этом. Если так же, то это очень круто, потому что ваша задача именно видеть в людей тех, кем они могут вырасти, кем они могут стать директорами, драгоценными директорами, бриллиантами и так далее, и так далее. Поняли идею, ребят? Ну и тема сопровождения, она достаточно длинная такая, достаточно объемная, я постарался дать основные моменты, которые сам считаю важными. Я не знаю, правильно это или неправильно, вы смотрите сами, что брать отсюда, а что не брать. Вот, потому что у каждого своя система и задача этого обучения не переделывать систему, да, как-то дополнить свою систему работы, чтобы из этого извлечь максимум пользы. Если есть какие-то вопросы, пишите в чате, если вопросов нет, то ставьте единички. Спасибо, Надежда. Я так понимаю, вопросов нет. Ребят, спасибо за активность, спасибо за обратную связь. Всем пока.